Мир вам, Игнать Тихонович! Мир вам, Вячеслав Сергеевич! Зашел к вам опять с вопросами. Хорошо, слушаю. На нашем канале одна женщина писала, Евгения Чернявская спрашивает у вас. Можно ли считать хулой на Святого Духа, если я была членом Баптистской Церкви 7 лет, и Бог по молитвам исцелял меня, мужа после страшной болезни поджелудочной железы? Также Бог даровал жизнь нашей дочери, вопреки прогнозам врачей. Врачи наставили на абортирование. В последние два года я стал обращать внимание на православие. Если я решусь на переход в РПЦ, будет ли это считаться хулой на Духа Святого? Ведь Бог творил чудеса со мной в Баптистской Церкви. Муж мой говорит, что переходом в РПЦ я оскорблю Духа Святого. Не надо связывать то, что было впереди, с тем, что ты узнаешь истину. Дело в том, что явления Божьей милости, они бывают в буддизме, в исламстве, в язычестве, потому что Господь это делает. И переход к истине никак с этим не связывается. А Он делал там, Он делал по любви своей, а здесь у тебя дал закон определенный. Найди церковь, а не ересь. Я сейчас разговаривал долго, с одним на меня вышел. Дети у него уехали в Америку, чтобы на Украине их в армию не взяли, не убили. Чтобы я помолился о них. Ну, вот это один вопрос. Но они баптисты. Ну и что? Человек просит, подписанный, давно нашел нас. Дальше Бог сделает. Я потом увидит, я вставлю его, Виталий звать. И здесь точно так же. Да, Бог делает. Да, Бог знает весь мир. Он ему принадлежит. И поэтому даже бывают совершенно люди, никакого отношения не имевшие к Богу, среди коммунистов. И Бог являл чудеса. Это же было во время, говорит, Курской битвы, явления Божьей Матери на облаках. А и на и обратились даже. Стали молиться, но ничего не знали. Коммунист. Один рассказывал, даже трудно поверить в это. Его послали отбомбить все где-то там. Опыт идет, какой-то опыт. И он, говорит, летел когда? И вдруг, говорит, вижу. На облаках стоит старик. Он мне поднял руку и сказал, остановись. И самолет замер. Мне, говорит, связывается с земли. Где вы находитесь? Я, говорит, не могу ничего ответить. Я опешил. Самолет не работает. Турбина, ничего. Стоит на одном месте. Там внизу люди. Ты сейчас поворачивай домой. Потом узнают, что действительно все так и было. И когда он приехал, сразу психиатрический анализ прошел. Все. Ну и все-таки не умолчал. Сказал. Его сразу разжаловали и убрали оттуда. Так а Бог это явил? Мало что Бог явил. Мы считаем у евреев, которые воевали даже против. А Бог являл такие чудеса, исцеления, вплоть до воскрешения. А теперь наступило время избрать, где ему быть. С этим связывать не надо. А то есть с благодарностью отнестись. Бог везде и всюду. Он тебя нашел там. Вот которые, бывает, из баптистов приходят. Из пятидесятников. И делаются священниками. И на меня как-то они выходят. Я им говорю. Вы там что получили? Ну. И он боится и говорит. А ты Библию знал до этого? Нет, не знал. А ты знал, что вот так надо молиться своими словами. Открывать сердце перед Богом? До этого не было. Я просто считал. Так. То, что ты Библию любишь, ты это оттуда получил? Да. Хорошие там псалмы были, пели. Ну да. Но мне здесь священник сказал, еще когда он готовился к крещению, чтобы не пел больше их. И жене нашей сказал. Моей. А почему? Дал нам новое имя, нас зовут христиане. Это что, плохо? Ну, ты посмотри, какие песни-то. Я их всех наставляю. Ты будь Богу благодарен, что тебе там Бог открылся. Вот как у меня. Кабы не они, у меня бы Евангелия не было. А Евангелия не было. А энергия, стремление к правде. Это у меня все было. И даже подумать страшно теперь, где бы я был. Да нигде не было, меня бы на земле не было. Вот эти тысячи людей, которые услышали, а может быть и много больше, потому что радиопрограммы три вел каждую неделю, я по Библии бы не говорил. Да, говорил бы о Боге. Да, говорил бы о том, чтобы не грешить. Но указать на Спасителя мира, который умер за меня, и кровь свою пролил страданием на кресте, меня он искупил, это бы я не говорил. И поэтому я благодарю Бога за тех людей, а не пятидесятники. Михаила Анна, поминая в ежедневной молитве, их живых уже нету. В ежедневной молитве. И так-то этой женщине сказать, вы поблагодарите Бога, что вам Бог открыл. Но с переходом к истине, без церкви нет спасения. Это отдельный, совершенно отдельный шаг. Немало не думайте. Вы поблагодарите Бога, что Он вас там нашел. Но там нет спасения тебе, потому что церковь только, церковь невеста его. А церковь, он говорит, создам. Матфея 16, 17. Не церковь, а церковь. Одну. И создал он Эльсионский горниц, а не через 1600 лет. Вот и все. Так, следующий вопрос. В Польше приняли закон, полностью запрещающий аборты. Полностью. До этого, оказывается, у них был закон. В 93-м году они приняли, что аборты запрещены, кроме случаев, когда, ну, допустим, уголовные преследования, в связи с уголовным преступлением связаны, либо находится какая-то болезнь, как у ребенка находится, и тогда можно аборт делать, либо болезнь матери. Сейчас они там продавили и сделали, что вообще любое это противоречит, то есть, конституции их. И там поднимаются сейчас у них бунты. Вы как-то прокомментировать можете? А что тут комментировать-то? Надо открыть исход первая глава и почитать. Исход. Начните там, какой, я не знаю сейчас, какой стих. Исход первая глава. Ну, стиха, допустим, с 14-го. И делали жизни горького и тяжко работы. А, вот и царь египетский повелел повинальным бабкам евреянок, из коих одной имя шифра, а другой фуа, и сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах, если будет сын, то умиршляйте его, а если дочь, то пусть живет. Но повинальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. И дальше... Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им, для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых? Повивальные бабки сказали фараону, еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. За сие Бог делал добро повинальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. Вот так. Последних слов нету. Народ не умножается. Это в России особенно. За время перестройки, как говорят, официально только 120 миллионов абортов. Страна полностью утонула в женской богине. Смерть страны. Бабки не хотели делать этого. Они боялись Бога. А сегодня акушеры, планирование семьи не боятся. И вот эти страны, Польша, они зараженные были этой заразой советской. И поэтому на первом месте почти стоит это уничтожение самого народа. Они скрывают привилегированный класс, дети. Вот Дмитрий Снимирнов умер, он правильно поднял этот вопрос, хотя ничего тут нового не было. Защита ребенка должна начинаться не с момента рождения, а с момента защития. Бабки-то ведь они не выковыривали детей. Не убивали там, когда внутри, а когда родиться. Почему такой закон сегодня не примут убивать? А так хитро разделили. Там сколько недель, 40 дней, можно-не можно, уголовное преступление, то есть изнасилование где, какой бы ни был. Я про одного считал, кажется, во Вьетнаме, и он откупил всех этих младенцев. И могилы им там строил. А потом договорился, которые там незаконно рождают-то, и выкупал детей-то, и у него там детский сад, дальше школа, масса ребятишек показывает. Один человек на это дело работал. Они митингуют развратные. А что с ними делать? Почему у Гитлера не было этого? У Гитлера не было ни одного аборта. У мусульманов за 1300 лет ни одного аборта. Вот возьмите пример. А что, казнь? Ее казнить будут как убийцу. Вот и все. То есть этот режим и люди, которые, это хуже фашистов. Хуже. Они хуже тех и других, которые не делают аборт. Делают аборт. Вот. А которые не делают, они запрещают. Закон принят. И направление через суд его или нет, еще неизвестно. Потому что суд, что выносит, уже никакое решение не может быть выше этого. Дальше суда. Ну, надо просто знать. И что-то. Им объяснять нечего. Убийцы. Так и сразу назвать. Как, опять же, сошлюсь на Дмитрия Смирон. Одно из последних выступлений он назвал гражданский долг. Это бесплатная проституция. Мужчина ничему не обязывает. Гражданский брак. Видите как? Так и это. Ничего это не значит. Я загадку-то задаю, которые люди заходят ко мне. Я говорю, в России есть глава администрации, который запретил аборты делать. Подвел под закон. Видимо, с наказанием. Ни один не мог назвать. Я говорю, Рамзан Ахматович Кадыров. Да, он где-то кому-то не нравится. То другое. Но он по делу говорит. И запретил. И поэтому комментировать тут нечего. Это преступники. Преступники, они за это, за убийство. Вот кто-то сейчас бы стал рекламировать и прочее. Убийство детей. Его что сделать? Его арестуют. Их всех арестовать надо было. Арестовать. И выпустить. И выпустить, когда они осознаются это. Отсидят сколько-то. И чтобы обязательно было физическое наказание. Физическое. Чтобы отодрали их как следует этих митингующих. А тех, которые законы ввели, это поблагодарить. Абортов не должно быть. Никто не имеет власти распоряжаться тем, кому Бог дает жизнь. Зародыш мой. Видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные. Псалом 138. Вот и весь ответ. А то ребенка, если он родился, вот дальше нельзя. Там именальная юстиция, что угодно говорят. Нам нужно знать. Защита ребенка. Жизнь его. Представь. 120 миллионов. Сейчас бы было русских. Вышла статья в Комсомольской правде на развороте. Если бы большевики не победили в 17-м году, у нас сегодня было бы было бы 650 миллионов. Полмиллиарда. Какой, говорю, Змей Горыныч сожрал. Недавно я считал, сколько в аборты сделали при Сталине, сколько при Хрущеве, сколько там по порядку все при Брежневе. А сегодня сколько не говорят. Речь ее там множество миллионов. Так это только официально. А сколько неофициально делали, и поэтому правила Василия Великого в убийстве вот этих жен виновны только не только тем, кто делал аборт, но и сама, надавшая согласие, или муж, если ее побуждал, и мужа надо наказывать. Почему? Потому что они подвергают свою жизнь опасности. И когда считаешь про аборты, ну, аборт это выкидыш в переводе. А если аборт, говорят по-английски, это выбросить за борт. За борт. И ясно дело, что убийцы, и поэтому дети растут такие мстительные. Он мстит за удушенных брата, сестру. Вот есть такое песнопение, ребенок поет, я у бабушки один, я у дедушки один. Слышали, да? Мальчик поет какой-то, или девочка, не знаю, это. и дальше мужской голос такой, это же самое. А если мода не такая, детей пройдет, и дальше припев один, все кончилось. Весь ответ. Ну вот почему у нас считается, что Россия все-таки страна православная, люди, большинство православные, крещеные, патриарх вместе дружит с президентом, выступает в Госдуме, и, а Польша, вот если взять, допустим, наших патриотов, спросить, русских, российских, они все Польшу не любят, они говорят, это враги, это там католическое, они постоянные враги, ну враги-то враги, но они, получается, ближе к Богу, чем мы. Да, вот Степаненко-то назвал женщин, которые незаконно, без мужей, на вторую букву алфавита, как они вскипятились, и его сразу архиерею брал, председатель миссионерского отдела, он принимал у нас крещение был, и поэтому мы даже все время смотреть, что нам говорит Дух Святой через Святую Библию, это убийцы, страна убийц, поэтому и женщины, которые там голосуют, спроси, сколько она абортов сделала, в Ветхом Завете вот так, чтобы аборты делали, младенца в отрубе нету, ни одного случая, нету, но они принимали раньше зелье, об этом Василий Великий говорит, ну а трава какая, у ребенка там, у плода задыхается, а бывает сильный, ничего они не могут сделать, он уродом рождается, и приходится, вот как граф Монте-Кристо, там показано, где незаконного ребенка похоронили, а чтобы аборты делать, выдавливать его, это нету такого, даже ни в Египте, нигде не было, все на этом, тут вопроса, вот нет, может под вопросы какие еще там, что-то не ясно, ну вот, у самой Польши, посмотрел, и там написано, что в прошлом году, вот еще когда не было это принято, всего за год сделали тысячи, где-то около тысячи, это официально, тысяча абортов, то есть у них уже было по сравнению с нами в тысячи раз, или во сколько получается, в тысячи раз меньше, у нас делается, я сегодня посмотрел, вот у меня здесь статистика, официальная статистика, в 2005 году делалось миллион шестьсот семьдесят пять абортов в год, ну вот это ну вот да, это из тех данных, которые есть по больницам, это есть сколько частных еще и много чего, а сейчас пока 661 тысяча, в восемнадцатом году показывается, но это какие цифры-то, если умножать, это огромные цифры, это же только официально, а еще не официально сколько, сколько по другим статистикам видно, и я просто что хочу спросить, мы этим самым на свою страну гнев божий не нагнетаем, то есть мы не заслуживаем за это тяжелых-тяжелых наказаний, за эти все дела. нас было бы 650 миллионов, вот ответ, Менделеев, выкладки, Менделеев был восемнадцатым ребенком в семье, Дмитрий Иванович, восемнадцатым, это сейчас если где-то найти, только у баптистов можно найти, у мусульман, а то православных, столько-то в семье, в стране, ну давайте этих православных разберем, процента два, наберется или нет, кто назвал себя православным, которые прочитали Библию от корки до корки, которые живут, руководствуются этим, там процента не наберешь, вот и весь ответ, все это фикция, а включи, как я считаю, законы, за аборт, невольное убийство, десять лет, второе правило Василия Великого, второе, убившее младенство, десять лет в церковь она не заходит, плащет только, разбитая, и сегодня в храме-то там не останется ничего, определенные каноны, их никто не отменял, повторяю, Василий Великое, второе правило, десять лет, но за последние семьдесят лет, кого отлучили за аборты, десять лет, ну каноны-то попрали, и поэтому отвечать будут все архиереи, доверху, до самого вверху, а если бы крепко так, то я знаю, у старообрядцев аборты, я не слышал даже, про мусульман говорить не надо, нет абортов, а это же только православное, и отлучать от церкви на десять лет, так они ходить не будут, тебе не надо заботиться об этом, ходить, а зачем ему ходить, когда он не верит, он хуже всякого разбойника, убийца, женщина вся в крови, я видел, одна в церковь подошла, и там сидят нищие, она им подает, а сама плащет, мне, говорит, сон приснился, я шесть абортов сделала, абортов, и во сне увидела, дети мои ползают там где-то, грязные, немытые, ну, я сон напугал этот. Ну, вот, допустим, неужели патриарх не может выйти в Госдуму и сказать, все, кто заголосовал за этот закон, или, допустим, вот приводился, когда, вот недавно был законопроект, по-моему, такой, вывести из ОМС, то есть вывести из обязательного медицинского страхования вот это убийство детей, и там депутаты проголосовали против этого. Ну, неужели он не мог, может выйти и сказать, так, все, кто проголосовали против, все отлучены от церкви. Но это, это не будет, это в смысле же правильно, так поступить было бы. Ну, тут одно, что не прикасайся к жизни ребенка, отсчет определенный, закрыть все двери, а где-то подпольные, да, если бы смотрели за этим, наркоманов же ловят, а почему убийц не ловят? Их сразу перед миром выставлять, мы не можем казнить, отдать им в другой штат, хорошее отношение с Афганистаном, там не делают, там это вообще немыслимое дело, ее как убийцу сразу казнят, и все, зараза кончилась. Но я имею ввиду, что от церкви-то, что идет, какое воздействие на государство в этом направлении, почему нельзя жестко отлучить тех, кто конкретно во власти это принимает такие решения? В церкви никого не будет, останутся. Если им включить, значит, надо и другое включить, курящих, которые курят, не прищищать, с бритыми разобраться, и церковь-то пустая будет. Включим эти правила, которые у нас есть, там никого и не будет, тут их понять легко. Понятно. Ну ладно. Деньги, мамона, ничего больше нету. Так, а вот человек в фейсбуке задает вам вопрос. Почему вы называете протестантов сектантами, когда их мировая численность один миллиард, тогда как православных в мире всего двести девятнадцать миллионов? А сектантов сколько? Одиннадцать миллиард с лишним. Да вранье. Нет этого. Миллиард, только мы эти, католиков, миллиард сто пятнадцать миллионов. Ну разных протестантов разных мастей-то тоже? Разных, разных, разных и нету. Может быть, сегодня там, если всех собрать, может быть, шестьсот уже есть. Но не больше. Это статистика показывает. Я считал про это. Миллиард захватили. Миллиард. Ну и тем более они разные. С друг другом-то они не сообщаются. Ну, я могу даже просчитать, сколько. Вот конкретно. Католиков, католиков, сначала мусульман, тысяча пятьсот восемнадцать суннитов, не тысяча сто пятьдесят, один миллиард пятьсот восемнадцать миллионов суннитов. Так, двести десять миллионов шиитов, индусов, один миллиард сто пятьдесят шесть миллионов. Христиан, католиков, один миллиард сто девятнадцать миллионов, протестантов, шестьсот 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 цифра такая. И дальше тут другие там мелочь. 269 Вот 269 и 31 сотая 31 сотая Православных 269 Буддистов 328 Миллионов 14 тысяч Англиканская церковь 74 852 Итого христиан Получается 2 миллиарда 200 миллионов Ну и все, больше нет ничего Ну вот он и спрашивает Почему у вас православных меньше, а вы их Называете сектантами, мы их называем Как называть-то, по-другому как называть Откуда нельзя, как их называть Секты это отсеклись, сами себя Отсекли от церкви А всякую сухую ветвь Они не церковные, засохшая ветвь И поэтому говорить, они с наркоманами Работают, сегодня вот скинули Я одного прослушал наркомана Ну и что, он вне церкви И делается врагом церкви Я все время вспоминаю Слова лауреата Нобелевской премии Немца Лау Ауэрл фон Юхена Он говорит, коммунисты При помощи справедливых На первый взгляд идей Умеют ловко прикрывать Свои сатанинские намерения Вот здесь точно так же сектанты Они вне церкви И вопросов никаких Ставить не надо А кто они, по-другому Не надо называть сектантами Назвать надо просто еретиками Ересь Вне церкви спасения нет К церкви относятся только Католики, православные Григорияно-армянцы Копты и сирийцы Все Дальше ересь Вокруг А их много Ну что много Много и мусульман Миллиард Почти 800 миллионов Меня множество Христос смотрит В Библии говорится Лучше один Исполняющий заповеди Чем Десять тысяч Нарушающих Дведьмы Милости Господней Вспоминай Считай Спасибо, Христос Следующий вопрос Давай Деяние 12.8 И сказал ему ангел Опояшься и обуйся Он сделал так Потом говорит ему Надень одежду твою И иди за мною И спрашивает тут сестра Почему сначала Петр опоясался А только потом оделся Так вопрос Так к кому? Вопрос к ангелу Ангел сказал это Зачем спрашивать-то? Ангел сказал Он так и сделал И вышел А я по-другому сделал Ну и сиди в тюрьме Зачем ты нужен такой? Вопрос-то совсем Не к делу Он к спасению нашему Не относится никак Это не исследователи Это репей на собачьем хвосте Бог сказал Значит так А одесса праведности А пояс означает истина Припаящись истинною Может быть в этом заключается смысл Что в первую очередь Ты поверь, что я тебе говорю Дверь открыта Истина Весь сказ А как она хотела бы сказать? Подправь ангела, скажи Тебе ангел что скажет в ответ? Когда ангел говорит То весь Человек диктует условия Даже Богу Сделай, чтобы Роса была везде А на шерсти не было А другой раз А еще раз Чтобы на шерсти была Угидеона А на другом месте не было И Бог это сделал Хотя это невероятно Роса падает везде одинаково Но Бог сделал И вот эти вопросы Которые ставят Вот вчера Беседовали Мусульманинам Где Он не может сойти с этого Он уже привязан к этому Что Иоанн сомневался А раз сомневался Значит Он не таким был Он не Бог То есть Он к одному краю гонит А вопрос это Не на пустом месте Ему надо Любыми путями доказать Сатана там Привязывает человека Трясет его Ну написано Не трость Сколеблемая ветром Это вы Даже и тростью не назовешь А так Мусор Нет он обратно Два раза разъяснили Три Хороший человек видно Дальше Он не может идти Ну написано так А он отослал К нему Скажите Ну раз он послал Они и вернулись Чтобы сказать ему Когда шли Они рассуждали Надо же как А раз он мешается На этом пути И его верует Господь его убирает С пути Отрубает голову Чтобы все внимание Было на Христа Это все дает объяснение Почему Двуперсия Почему Троеперсия Какая ересь была Вот старобрядцы Они ничего не понимают А вначале Двоеперсия была Огонь там свернул Умилетия Милетия Амилетия Учитель Епископ Иоанна Златоуста Ересь Ариане Отрисали троицу И поэтому святые Прямо показали Вот-вот троица И Милетия в это время Жил И сверкнула молния Какое Двоеперсия Дальше монопилиты будут Одно Свойство во Христе Тогда Двоеперсия было А когда принимали От Греции Там было то и другое Потому что То и другое от Бога Тут так просто все Нет Запутывают И дальше Какие вопросы Этого человека Который был Он обязательно Все вопросы Будут подгонять К тому Что Христос Не Бог Он не в троице И он не умер За грехи людей Все вопросы об одном Почему Здесь Сатана ликует А я нашел В этом Когда Я их просто спрашиваю А вы хотите Чтобы это исполнилось Чтобы Христос Не умирал Вот сейчас Заново Возвратим Ну Как Ваши сад Или кто-то И чтобы не умирал Христос Что ему сказал Сатана То есть Это чисто Сатанинское учение Что Христос Не умирал Где бы то ни было Не имеет значения Петр Хотел Это учение Утвердить Что он не должен Умереть Да не бой С тобой того Христос Сразу же ему сказал Да Отойди от меня Сатана То есть Мы не со Христом И нигде И превратились В Сатану Вот какой вывод То еще Так что Он будет подгонять Под это Под сатанинское Желание Дальнейшее Все вопросы Они должны На этом быть Потому что Все остальное Второстепенное Да Да Мне известно Я уже до этого С ним общался И мы пророчества Разбирали И то же самое Все то же самое То есть В принципе Ты видишь Такой даже Человеку в голову Не придет Ты читаешь Он тебе говорит Такой в голову Даже не может прийти Настолько все перевернуто А Иоанн Златоуст Он защищает Он конкретно Говорит Тот говорит Самый Иоанн Креститель Который Еще в утробе Говорил Уже возвестил О спасителе В утробе Он ли Говорит Начал колебаться В этом В темнице Говорит Такое Даже безумный Не может подумать Златоуст говорит Такое даже Безумный Безумный человек Б не сделал То есть эти люди Которые не признают Распятие Христа Хуже безумных Хуже безумных В чистом виде От сатаны Кто бы они ни были Где бы В каком месте Они ни жили В каком веке В первом Во втором В третьем Петр среди них Оказался Так что тут Добавлять нечего Да Так Ну На сегодня Все Вопросы Заключились Ну все Тогда Давай Открывайся Ответы